Итак, мы остановились на пункте не иметь неглубоких мыслей. Чистота нравственности. Ну да, еще хочу поговорить про 10 обетов, которые мы соблюдаем, поскольку их перечислил Геша Майкл. 10 этических принципов. 10 этических принципов. Из DCI. Да. Или 10 обетов для тех, кто их уже принял. Это сохранение жизни. Ну, это же 12 обетов-приверщик, а не бедные. 12 обетов-приверщик, у нас есть 5 обетов-свободу. И в них входит 12 обетов-приверщик так же. Так вот, хочу их повторить, как это делал Геша Майкл. Сохранение жизни. Давайте. Пожалуйста, все вместе. Ты принципы этические хочешь? Да. Или ты хочешь те 5, которые с нами? Нет, принципы этические. Сохранение жизни, уважение чужой собственности, уважение чужих отношений. Это 3 обета, которые относятся к понедельнию, к телу. К телу. Четыре. Говорить. Сейчас. Говорить правду. Говорить правду. Говорить значимые вещи. То есть открыть все эти пословия. Говорить мягко. Это у вас 7, правильно? Еще один про речь. Не лгать. Радеряющие разговоры. То есть говорить правду, соединять значимые, говорить мягко и говорить важные вещи. Это 4 принципа, которые относятся к речи. И 3 принципа, которые относятся к мыслям. Это радоваться за другие, когда они получают то, что желают. Проявлять сострадание. Ну то есть быть доброжелательным. Проявлять сочувствие. Сочувствие неудачи. И правильное мировоззрение. Помните. В пустоте. Вещай. Ага. Ну, если Майкл здесь говорит, странно для меня, но он говорит о сохранении жизни, уважении чужих собственности, сексуальная чистота и честность. Это главное. А дальше он представляет. Понимаете как? Я слышала это, вот там, где он говорил, про то, что он говорит 5 обетов. Нет, он говорит там 5 обетов свободы. И говорит о том, что не убивать человека, человеческий плод, не красть ничего ценного. Что такое ценные, говорит Геша Майкл. Я думала, ты скажешь. Скажи. Он сказал, ну не больше 9 долларов. И потом он сказал, если я правильно поняла, больше 9 долларов, это ценные. Ну сколько, он сказал, ну сколько в вашей стране стоит хороший свитер? Ну вот, не больше, чем стоит хороший свитер. В нашей стране лишь 9 долларов. Вот. Ты слышала? Я понятную часть этого не говорила. Вот. И потом, мне там вот как раз проехать. Парик сработать тебе надо. Что? Конечно, конечно. Крадите. Я тут считаю, что не могу. Нет, подожди секундочку. Это речь. Не про то. Речь про 5 обетов, которые ты принимала. Наташа у нас принимала обеты. И она приняла. Это не про его. Ты можешь это рассказать, но не про это. Ну хорошо. Рассказывай. Да, да. Это про те 5 обетов, которые ты приняла. И к ним присоединяются 10 этических принципов, 12 обетов прибежища. И это вина. Райя, к которым относятся обеты свободы. Это обеты монашеские, обеты монахини, монахини, монаха и обеты мирянина. И вот обеты мирянина это эти 5 обетов свободы. Да, и тут, где Шмайку говорят о том, что хоть это обеты монахини и монаха, но при этом в этом есть что-то неправильное, потому что их может соблюдать и принять любой человек. И мы не обязательно быть монахом. Угу. Вот. И эти 5 обетов, которые относятся к мирянам, то есть не монахам, это не убивать человека и человеческий блод. Это значит, что можно убивать тараканов? Конечно. Я думаю, что не убивать всех. Потому что в этических принципах вообще не убивать никого. если не красть ничего ценного, это значит, что можно файлик стащить с работы? Ценного, это когда ты нарушаешь эти 5 основных обетов. Это вообще горь-горя. Это когда ты украла 2 свитера, а не 1 свитер. Это как убить человека, да? То есть, ну, такая большая ценность. Это как бамба, то, о чем мы говорили. Да. Если ты файлик с работы стащила, это как ты наступил на тараканы. Угу. Да? Все равно не надо. Но это не то же самое, как если ты убил человека. Нет. Там, ранее тебя. А потом, что еще? Все? Нет, это 3. Это то, что будет тебе. Это 3. 3. Третье. Это не врать о своих духовных осознаниях. Не врать о духовных реализациях. Да. Четвертое. Это проявлять уважение к чужим отношениям, к чистотам и мирным. Не прелюбодействовать. И пятое. Не употреблять алкоголь и других пациентов. Не употреблять алкоголь. Да, потому что не прелюбодействовать, это речь о том, что, как для Шамекла объясняет, что если вы встречаете парня, и он вас приглашает в ресторан, и первое, что вы должны его спросить, у тебя есть девушка? До того, как потик в ресторану. А не в ресторане. Можно поесть, а потом спросить. Вообще девушка. И если он говорит нет, и вы думаете, что, наверное, он врет, то дальше ваша задача проверить, что вы не хотите разрешать обед. И если вы насчет алкоголя, что это было еще Будда сделала этот обед, потому что в данном случае Говорить нет. В данном случае имеется в виду замутненное сознание, что мы не употребляем то, что замутняет наше сознание. Надо в дачу кофе вместе считать. Сахар. Ну, это для кого как? Да, для кого как. Но в этих обедах, где нельзя убивать человека, в этих пяти главных обедах там не употреблять алкоголь и другие интоксиканты. То есть наркотики имеются в виду. Алкоголь и наркотики. Что является наркотиком? Для кого? Каждый котик вращается на алкоген. У кого наркотик сахар, у кого наркотик марихуана. Пришел в магазин вот. То есть, что я еще не сказала, хотела сказать про про ложь. Да, про ложь о реализациях. Да, то есть самое плохое это когда-то мы лжем о своих духовных реализациях. Что это значит, говорили Кеша Майкл? Ну, когда человек рассказывает нам, что видел Будду. Да, я видел Будду сегодня. Ко мне приходил Будда. или там я разговаривала с Тарой. Тара ко мне пришла. Или там что-то звонила мне сегодня. Да, вот. Но вы слушаете, смотрите на человека и чувствуете, что бьет. Вот. Не нужно говорить я встретил сегодня в супермаркете Тару. Можно сказать я встретила женщину очень похожую на Тару и она когда со мной разговаривала я почувствовала, что она ну прям Тара. Это не будет ложью. Но вы не нарушите обет, но вы расскажете примерно о том же самом опыте. Так. Надежда. Мы здесь, у нас все хорошо. У вас висит? Я здесь пока расскажу. шестое. Это у нас есть неглубокие заслужения. Да. Интересно. Что это значит? Это значит, что если это не откроешь экран, то я скажу. Когда вы хотите что-то не понимая, почему это у вас есть. Это такое, как я это поняла, немного страстное желание. Немного страстное. Ну, например, я заметила это в себя, то, что я живу за городом, и когда я езжу в Москву, это случается несколько раз в неделю, так я работаю удаленно, то я приезжаю в Москву, и я обязательно возьму кофе. Обязательно. Или кофе, или чай, или что-нибудь такое. я не могу просто пройти вот я в Москве, нужно вейпс кофе. Вот. Это вот о том, что для меня, наверное, это вот про этот пункт именно, потому что вот мне там нужно такой там вкусный десерт, о, шоколаду, возьму, съехай его, шоколад. Ну, вот про такие вещи, которые вы хотите, и которые вы наслаждаетесь, и думаете, о, боже мой, это мой кофе, он такой вкусный, на соленом молоке, сейчас выпью весь. Ну, не про счастливое, знаешь, вот когда ты вот прям так вот хочешь, я не могу пройти мимо кофейни, просто вот не могу. Мне так вкусно, я хочу выпить весь, его прям, чтобы вот. А здесь нет, не имеется в виду, что все-таки это неправильное мировоззрение, когда, ну, там, человек, пришел домой, поел, попил, телевизор смотрел, сериал какой-то дурацкий, ну, то есть, ну, как бы, это некий такой уровень, ну, потребительское отношение. Да, возможно, потребительское отношение тоже, мне кажется. Но, еще здесь про то, что не нужно думать про наслаждение, про то, что я вот так это страстно хочу, что не про тот список желаний, который у нас есть, я хочу в Мазерати, а про то, что вот такие вот мелкие вещи, как ужин, такой у меня вкусный, и так это будет здорово, сейчас его весь сам съем. Вот такое, да, это про неправильное мировоззрение тоже. Очень неправильное, нет? Только вижу. Что делать перед этим? Только вижу. Ну, давай, давай, ты продажи. Не нужно при этом думать, что буддисты это такие чопорные люди, которые ничем не наслаждаются, и, ну, такие вот, типа, ну, есть у меня кофе, это не значит, что нужно отказываться от чего-то, это не значит, что, ну, наверное, в моем случае знать, что нужно переставить пить кофе каждый раз, неправильно, нужно скопировать или вставить, значит, здесь не найдет. Вставить в мохром. Что, когда мы соблюдаем, спокойное состояние семейного есть, это хорошо, нет? Это тоже хорошо? Нет. Здесь, возможно, но здесь еще про то, что для меня это был важный акцент, то, что я сейчас буквально держу этот кофе, хотя это чай, он в случае, недавно держала кофе, только потому, что я давала его на другие. Я могу, в принципе, сейчас взять этот стакан и выпить кофе только потому, что я когда-то варила кофе кому-то или что-то такое давала, что у меня было намерение сделать так, чтобы другой не становился чем-то. И поэтому мне сейчас приятно выпить. И когда я пью вот этот кофе с такой жадностью, что это мой, я не ко мне отдам, вкусный. А как сейчас? такой вот тот вообще момент, когда ты берешь что-то хорошее и думаешь, это все мое, ни с кем это не... Не то, чтобы ты так думаешь действительно, но ты вот так чувствуешь, что мое. И когда ты вот говоришь, а можно на тебя глазочек? Нет. Ну или ладно, надо. Но вот так уйдешь, что это все мое, и ты тогда в этот момент не понимаешь, что это к тебе пришло только потому, что ты дал. И лучшее, что ты можешь сейчас делать, это не выпить его, а отдать его кому-то еще. Причу, что ты не пьешь кофе. Это будет сложнее. Это не значит, нужно отказываться от чего-то, но это значит, что когда у вас что-то появляется, вы должны это отдать. Не потому, что вы должны, не потому, что так сказал Будда или Гешмайкл или Арина или кто-то еще. Надо своими ставить рядом, не важно. Просто про то, что нужно отдавать, и тогда придет еще. Это единственный смысл того, что вы это сейчас имеете, это наслаждение. И это не значит, извините, что надо все отдать. Это значит, что... Все, что пришло, нужно сразу отдать. Это не может так звучать. Может так звучать, но нет. Но нет. Но только поэтому вам придет еще. И вам приходит решение не потому, что у вас есть деньги на карте, и вы... Отлично. И потому, что вы платите, и вам кофе. Не потому что, а потому что только вы отдавали. И понимать это каждый момент, когда вы что-то имеете, когда вам что-то приходит, что вам нравится. Еще полезно думать о том, что нам не нравится. Это пристрастия бывают приятные и неприятные. Пристрастия, наверное, не очень то слово, но один и тот же ужин, например, как говорит Дед Гешима, к примере. Может быть, может быть сансарным, а может быть нирванным. Что это значит? Это значит, что я приготовила ужин или я заказала ужин. Он может быть и причиной для сансары, и причиной для нирваны. Когда он является причиной для сансары? Тогда, когда я ем так страстно и понимаю, что я не отдаю себя отчет... не понимаю, просто не отдаю себя отчет, почему у меня ездят еда. Не посвящая это ничему хорошему, что может привести кого-то к чему-то хорошему, если даже себя. Не радуюсь тому, что я ем для того, чтобы помочь кому-то. То есть не имея даже капель какой-то такой мысли, что это для кого-то еще, а не только для меня. Тогда это сансарный ужин. Когда вы не понимаете, почему это и что будет, если вы будете это есть только, ну, как бы, для себя, не для любви. И когда вы не делитесь, это сансара. То есть это зависит от того, что у вас сознание в данный момент. Любой ужин, который вы едите без желания делиться этим, вы его потеряете. Ну, то есть в конечной террории это будет последний ваш ужин, потому что вы не имеете ни малейшего желания поделиться этим. Думать полезно о том, что это действительно может быть последний ужин. То есть реально делать такую мини-медитацию на смерть, когда я пью вот этот кофе или когда я ем вот ужин, и посвящать его всем живым существам. Посвящать его тому, чтобы пусть это, ну, есть несколько у нас посвящений, какое вам приятнее, тому, что, например, пусть я кормлю свое глубокое понимание пустоты, с этим можно, пусть я смогу насытиться и помочь, быть способным помочь всем живым существам, важно с чем, хоть чем-нибудь, чтобы они достигли просветления или более глубокое понимание пустоты, даром. Отказаться от идеи, что вещи приходят к вам просто так. Это вроде бы так банально, то есть понятно, что вещи приходят, потому что я их даю, но тем не менее, когда мы что-то получаем, мы очень часто не думаем, почему это к нам пришло и почему я имею кофе. Я думаю, что я заплатила за него, поэтому мне его дали. Мне его дали не потому, что я заплатил. Только потому, что я делюсь с кем-то, только потому, что я предлагаю кому-то первую часть еды, потому что я наливаю кому-то кофе или ужин. Тогда, когда мы начнем так делать, будут реже появляться такие поверхностные мысли. И поэтому нам нужен ретрит, потому что у нас на самом деле в жизни очень много таких поверхностных мыслей. И вот сколько бы, я не знаю, пять лет я стараюсь там учиться и вот там ручку знаю, и же майкл, и книжки прочитаю, даже там на ретрит едет. Но тем не менее, вот сейчас этот пункт для меня был таким инсайтом, потому что, ну действительно, я пью этот кофе с жадностью, потому что я действительно так хочу этот кофе, я считаю, что вот на нем просто вот весь свет сошелся, потому что, ну без этого кофе я не смогу дойти. Ну, ну куда ли? И я думаю, что я его получаю, потому что я доведу, а не потому что я делаю с кем. Такие поверхностные мысли, такие неглубокие мысли, они есть у нас постоянно. И на самом деле, это такая самсарка, конечно, не могу сказать слово, не всяко, поэтому не изяй, потому что они у нас постоянно, и от них очень сложно избавиться, потому что это самсарка. Поэтому нужно видеть ретрит, поэтому нужно хотя бы медитировать, в идеале поставить себе цель поехать в ретрит, активно помогать кому-то, кто уедет ретрит, сделать так, чтобы другие люди ехали. Нужно сбалансировать свою поверхностную вот часть жизни с глубокой, потому что в ретрите на самом деле, я сегодня тоже об этом думала, происходит, ну вообще приходят очень глубокие идеи и мысли. И приходят такие осознания, которые в такой жизни, когда съездят в Москву, съездят назад, съездят на работу, обратно и не придут. То есть что еще вам, например, что там? Я разберусь. Еще из такого поверхностного и неглубокого, например, у нас постоянно включен телефон, я не говорю, что это плохо, но это просто так, и постоянно приходится общение, постоянно там в WhatsApp или Facebook, какие-то мессенджеры, и такая поверхностность, постоянное переключение, общение с кем-то, на самом деле, оно ни к чему глубокому не приводит. и то, что мы вот в год общаемся в WhatsApp на какую-то тему, например, не сравнится с тем, если мы отключим телефон, сядем в ретрит Дэнг Маунт, и будем две недели об этом медитировать. И те реализации, которые у нас появятся после этого ретрита, они никогда не сравнятся с тем, что вот можно обсудить с кем-то в WhatsApp. потому что здесь глубокое что-то, а здесь какие-то глупости. Идеи, которые приходят, люди говорят, ну, я вот там не могу, у нас в ретрите было в Америке, в котором мы ездили, было несколько людей, которые не соблюдали правила. Я не знаю, как на Ламриме, но на первом Камалашиле точно. То есть, ну, нельзя было прижать телефон, нельзя было пользоваться вообще никакими электронными ресурсами, нельзя было, естественно, выходить в сеть, потому что запрещена коммуникация любая. И были люди, которые это нарушают. И для меня это было очень странно сначала, а потом, после третьего ретрита, я поняла, что я тоже, что-то мне сложно очень. Люди говорят, что я не могу, у меня вот работа, мне очень сложно, я как бы, ну, типа, две недели, как я могу, у меня там проект. Я говорю, что я буду, телефон выпили, что ли, я не могу. И правда были те, которые не включали, работали, как бы, в ретрите и работали. Но на самом деле, для этого проекта вы сделаете гораздо больше, если вы выключите свой телефон, пойдете в глубокую медитацию, в глубокий ретрит. действительно вы поставите такие семена, чтобы проект работал лучше, чтобы вам придут такие реализации, которые сделают то, чем вы занимаетесь, действительно эффективным. И ко мне лично приходили очень интересные идеи в этих ретритах, которые я сейчас пытаюсь реализовать. и люди, когда их слушают, они говорят, вау, как ты вообще до этого додумалась? Как тебе это пришло? Ретрит поехала. И это то, почему существует Diamond Mountain, то, почему вообще слава Будде, что существуют такие места, в которые можно приехать и действительно пойти очень глубоко. В жизни, в обычной жизни нашей такого, мне кажется, почти нереально такого же достичь. Это то, почему мы едем, почему существуют такие места, потому что то, почему он был организован, ваунт, создан многими людьми, то, почему стоит поехать с нами. Ну, еще можно делать ретриты здесь, если нет возможности пока поехать. Можно, но поставьте себе цель, поехали. Хоть куда-нибудь, хоть на один. Вот. Я на этом заканчиваю свою мотивационную речь. Мы в самом начале сказали, есть внутренние практики, внешние, да? Техники. Да, я чуть-чуть не записала. А что к внешнему относите? Это мы сейчас про внешние условия. А, внешние условия. Это какие? Это вот про место, проживая, все внешне, мы говорим. слава. Вот. И все. Здорово. Хорошо, мы уложились прям так. Отличненько. ой, все пропало. Опять. Мы прям заканчиваем сейчас. Подожди, подожди, мы не можем. Мы не можем, у нас все пропало. все. 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 Получилось. Так. Ну, давайте так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok